Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, и мы говорим о такую тему, как гуматы. Какие это соединения, где они используются, как они получаются, и почему осенью, как никогда, лучше использовать гуматы. Еще лет 10 назад рынок не знал гуматов, они только начинали на него входить. Овощеводы с осторожностью и с интересом покупали эти препараты и начинали применять их на своих посевах и посадках. В настоящее время существует большое изобилие гуматов различных производителей. Они могут быть в жидкой форме, в виде пасты, в сухой, в рассыпчатой форме. Гуматы представляют собой соли гуминовых кислот, которые добываются, например, из торфа, из залежи бурого угля или из отходов целлюлозной промышленности. В последнем случае получают лигногуматы. Поскольку гуматы не растворяются водой, для того, чтобы их извлечь, используют различные щелочи. В зависимости от того, какая щелочь была использована, различают гумат натрия, гумат калия и гумат аммония. На самом деле неважно, какая щелочь была использована при добыче гумата, поскольку процентное содержание калия, натрия или аммония будет невелика. Намного важнее тот исходный материал, из которого получаются гуматы. Наилучшим исходным материалом, конечно, является торф, потому что помимо гуминовых солей, также будут выделяться и соли фульвовых кислот. На втором месте гуматы получены из бурого угля, и на последнем месте это гуматы получены из отходов целлюлозной промышленности. Конечно, когда мы выбираем гуматы, первое и самое важное, на что стоит обращать внимание, это содержание гуминовых веществ. Наиболее оптимальным процентное соотношение последних будет порядка 80% и более. Сами по себе гуминовые препараты нельзя называть самостоятельными удобрениями. Скорее они относятся к антистрессовым препаратам. Сейчас понижается температура воздуха, наблюдаются интенсивные перепады между ночными и дневными температурами. Корневая система начинает замедляться даже при 13 градусах. Также приходит время обильных дождей. Эти все явления относятся к стрессовым по отношению к растениям. И поэтому именно в конце августа, в начале осени, в сентябре месяце, те овощи, которые активно растут, например, корнеплоды, капуста, тыква, они, как никто другие, нуждаются в дополнительных препаратах. В частности, во внесении гуминовых препаратов. Когда мы вносим гуминовые препараты, мы получаем ряд преимуществ. А вместе с нами и наши растения. Первое и самое важное, это активизируется работа почвенной микрофлоры. В частности, тех полезных микроорганизмов, которые обитают в прикорневой зоне. Они увеличивают всасывающую способность корней и повышают общую всасывающую способность на 15-20%. Труднодоступные элементы питания, а таких порядка 30-60% в конце вегетационного периода в почве, они с помощью гуматов переходят в хелатное или в доступное для всасывания корнями соединение. По этой причине мы увеличиваем те питательные элементы количественно и качественно, которые потребляют корни наших овощных культур. Улучшается обмен веществ в растении, увеличивается проницаемость клеточных мембран. Таким образом, улучшается биохимическое накопление полезных компонентов в плодах. Впоследствии повышается их качество, лёжкость и сроки хранения. Дозировка гуминовых препаратов будет зависеть от действующего вещества, точнее от его концентрации. Необходимо в первую очередь обращать внимание на ту инструкцию, которую прилагает изготовитель к тому препарату, который вы выбрали в качестве гумат содержащего. Не стоит перебарщивать с концентрацией, ссылаясь на то, что гуматы это органические соединения. Необходимо выполнять всё чётко по инструкции. В целом, когда мы разводим гуматы, то концентрация уже рабочего раствора должна быть по цвету на уровне светло заваренного чая. Одновременно применять гуматы калия и натрия нежелательно, поскольку калий и натрий являются элементами-антагонистами. Они подавляют действия один другого. Поэтому необходимо разделять применение гумата калия и гумата натрия. В целом, в фазу активного роста, наращивание вегетативной массы, в период активного завязывания корнеплодов, можно применять гумат натрия. Он будет улучшать качество тех корнеплодов, которые вы выращиваете у себя на огороде. За две недели до момента сбора урожая, необходимо уже переходить на гумат калия, для того, чтобы увеличить лёжкость своих корнеплодов и капусты в том числе. Высеянные зеленые культуры, например, салат, крес-салат, петрушка, укроп, которые мы, как правило, высеваем в конце лета, лучше проливать гуматом калия. Также не забывайте, что вегетационный период у нас подходит к концу. Для оздоровления почвы можно и нужно использовать препараты на основе триходермы, которые в целом оздоравливают почву, а также для борьбы с различного рода личинками, можно использовать такие грибы, как метаризиум, например, и баверия. Эти препараты можно вносить в смеси вместе с гуматами. Надеюсь, в этом видео вы получили ценную информацию. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам доброго и до новых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь.